Всем привет, друзья! Меня зовут Олег и я квалифицированный инвестор. На этом канале я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе и об инвестициях. Ну что, друзья, прошлое мое видео вышло в прошлое воскресенье. Я как раз размышлял о росте курса доллара, об опасности, которая за всем этим может последовать, об инфляции и о том, что в конечном итоге это все приведет к сильному обнищанию российского населения, то бишь нас с вами. И не прошло и дня буквально, как в понедельник, Совет директоров Центробанка, посмотрев, конечно же, мое видео, решили предпринимать радикальные меры по исправлению ситуации и, собственно, их приняли. Вот официальная новость с сайта Центробанка. От прошлого понедельника Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 350 базисных пунктов до 12% годовых. Инфляционное давление продолжает усиливаться, написал Центробанк. По оценке на 7 августа показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%, при этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год и такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%. Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. Вот такая вот история. Что, друзья, за этим последовало? Давайте посмотрим. Вот смотрите, друзья, вот динамика курса доллара к рублю за последний месяц. Начинали мы месяц, ну, 1 августа уровень был где-то 91,5 примерно. И доросли мы к 14 августа. Вот на пике доллар стоил 101 рубль 33 копейки, и было это примерно в 11 часов. Это был как раз прошлый понедельник. Что происходит потом? В новостях вот это все начинают разгонять, что растет доллар, растет доллар. Уже напряженность чувствуется практически среди людей, даже не имеющих к этому отношения. Ну, я думаю, вы заметили, да, когда об этом начинают разговаривать там совершенно посторонние люди, типа там ваших коллег на работе, кто никогда не занимался инвестициями, либо там еще. Где-то на улице вы что-то слышите какие-то разговоры про курс доллара, ну, значит, уже постепенно начинает развиваться паника. И вот на фоне всех этих событий 14 августа, ближе к полудню, ЦБ объявляет о том, что завтра, то бишь 15 числа, проведет экстренное заседание Совета директоров. Всем сразу становится все понятно, какая будет тема этого заседания. То есть основных версий было две. То есть на повестке это либо повышение ключевой ставки, что в итоге и произошло, либо второй момент усиления валютного контроля. Я напомню, в том году у нас действовали достаточно жесткие ограничения. Экспортеров обязали продавать большую часть валютной выручки, там что-то близко к 100%. Потом эти ограничения постепенно начали ослаблять в течение прошлого года. Также у нас был запрет на вывоз иностранной валюты из России, запрет на снятие в банкоматах, в банках. Ну, я думаю, вы это все прекрасно помните. Все это привело к тому, что доллары продолжали поступать в Россию, но при этом, собственно, расходовать их было никаким образом практически невозможно. Ну и, кроме того, это привело к тому, что народ начал массово выходить из доллара, потому что существовали риски его полного запрета и впоследствии неконвертируемости. То есть вот это был второй возможный вариант событий. Это повышение ставки плюс вновь введение мер валютного контроля, которых, в общем-то, не последовало. И смотрите, у нас на фоне этой новости доллар сразу падает до 97,6, потом в течение дня немножко отрастает, и утро мы начинаем с долларом по 98,6. И примерно в это же время, там в районе 11 утра, может быть, пол 11-11, выходит новость о том, что Центробанк резко снижает ключевую ставку, и снизил он ее, повысил, точнее, извиняюсь, повысил сразу до 12% пунктов, с 8,5% до 12%, то есть на 3,5%, что достаточно существенно. И, насколько я понимаю, многие аналитики такое серьезное повышение не ожидали. И после чего, вот, пожалуйста, друзья, картина. Доллар долетел у нас 18 августа, на самом дне он находился на уровне 92,84, но после этого вот начал немножко восстанавливаться, и сегодня, на момент моей записи, доллар стоит 94 рубля. К чему это событие, собственно, привело? Ну, тут тоже все предсказуемо, постепенно, хотя очень неохотно, я тоже об этом рассказывал, банки начали поднимать ставки по банковским депозитам. Но, обратите внимание, если вы зайдете сейчас и посмотрите на зависимость, да, срока вклада от ставки, вы заметите, что такие вот высокие уровни банки могут предложить только на дистанции не более, там, 3-5 месяцев. О чем это говорит? О том, что все понимают, что вот текущее повышение ключевой ставки – вещь очень невыгодной экономики, вещь очень, в общем-то, непопулярная и мера вынужденная. Поэтому в прогноз в целом закладывается то, что эту ставку опустят. То есть сейчас вот эффект для того, чтобы остудить доллар, настал, в общем-то, и я допускаю, что Центробанк так долго эту ставку на уровне 12 или выше держать не станет. Опять же, если ситуация вновь не начнет выходить из-под контроля. Поэтому банки, да, сейчас можно найти банковский вклад с доходностью, ну, скажем, там, около 11%, я видел, кое-где даже, по-моему, 11,5% для новых клиентов. Но это только на горизонте чуть более трех месяцев. Все, что дальше, полгода и больше, там ничего подобного. Там уже доходность, собственно, там 8,5%, в лучшем случае 9%. Ну, то есть банки считают, что такая ставка у нас долго не проживет. Ну и вторая сторона медали – это растет ипотека. Вот видите, новость, банки пересматривают условия по ипотеке. Ну, то есть не только по ипотеке, а по всем кредитам. После резкого роста ключевой ставки крупнейшие российские банки начали поднимать ставки по ипотеке, пока это коснулось только рыночных ипотечных программ. О пересмотре условий по ним уже объявили Сбербанк, ВТБ и некоторые другие банки. Это тоже вполне очевидное и негативное последствие. Собственно, таким способом инфляция в основном и тормозится, то есть снизится экономическая активность. Предприятия, бизнес-предприниматели будут менее охотно брать кредиты, потому что они просто тупо подорожают. И из-за этого у нас, собственно, постепенно начнет экономика затормаживаться, снижаться объемы, начнут производство и так далее. А люди, вместе с тем, увидев такие привлекательные варианты по сбережению денег, как вклады под 11% годовых, начнут более охотно деньги нести в банки как раз на депозит. Ну и, собственно, друзья, основной вопрос, а что же, собственно, со всем этим делать? Вот, отвечая на вопрос, а что же делать в текущей ситуации, нам, друзья, всегда надо вспоминать, собственно, какие-то аналогичные истории. А тут далеко ходить не надо. Мы прекрасно помним, что ровно такая же точная ситуация, как сейчас, только даже более драматичная, более такая неприятная, у нас происходила чуть более года назад, когда у нас Центробанк также внепланово поднял ключевую ставку, только не до 12%, аж до 20%, и вслед за этим ввел те самые меры валютного контроля, о которых я выше уже говорил. В тот момент я прекрасно помню свои собственные ощущения. Казалось, что, в общем-то, конец света, что российская экономика сейчас развалится, что фондовый рынок – это, собственно, лохотрон, и не было абсолютно никакого понимания, а что делать дальше. Это было, друзья, в том году, собственно, весной, в первой половине лета. И вот давайте смотреть. Вот мы видим, что 1 июня 2022 года в самой низшей точке доллар стоил у нас, в это сейчас уже сложно поверить, но 51 рубль 45 копеек. И что случилось потом? А потом он начал резко расти. И вот дорос, собственно, до 93 рублей, а, как мы выше обсудили, даже и до 101 рубля дорастал. То есть доллар, друзья, вырос вдвое. То есть вот с 51 рубля в июне 2022 года до 101 рубля он вырастал в августе 2023. То есть чуть более чем через год. О чем это, друзья, все говорит? О том, что, ну, как бы это банальности, да, и это звучит, может быть, очень очевидно, но, тем не менее, кризис и любые негативные явления – это время возможностей. И вот в тот момент, когда доллар стоил 51, и казалось, что, ну, вот еще чуть-чуть, и он будет 30, 20, 10, а, может быть, его вообще курс приравняют к рублю один к одному, ничего подобного не случилось. Экономика победила, собственно, политику, и оказалось, что доллар был одним из самых наилучших и эффективных вложений на тот самый момент. Я признаюсь, друзья, честно вам скажу, я, собственно, тоже человек, как и все, наверное, эмоциональный и подверженный каким-то иногда паническим настроениям, хотя, ну, как бы, наверное, у меня есть уже какой-то значительный опыт, но, тем не менее, я прекрасно помню вот эту ситуацию, когда доллар действительно катился в пропасть, и самое страшное было даже не это, не то, что доллар дешевеет, а самое страшное было то, что ходили слухи о полном запрете доллара и блокировки всех долларов на брокерских счетах с невозможностью конвертации и вывода этих долларов, и поэтому, ну, вот не на самом дне, но чуть повыше, я, у меня была небольшая сумма в долларах, причем она была заблокирована в фондах, и как только эти фонды разморозили частично, да, часть фондов у меня по-прежнему в блокировке, я предпочел тогда от долларов отказаться. Когда наметился курс на разворот доллара, на рост доллара, то я обратно в доллар вернулся, ну, вот эти две точки, друзья, это, собственно, оно и есть, то есть вот где-то здесь я из доллара вышел, и зашел я в него обратно примерно вот здесь, то есть, ну, и вот видите, выход у меня был где-то по 61, а вход у меня был, ну, примерно по 68, по 69, насколько я помню, то есть, по-хорошему, да, вот отматывая ситуацию назад, сейчас я понимаю, что мне тогда доллар ни в коем случае нельзя было продавать, то есть, какую-то часть доходности я потерял, но, тем не менее, взял себя в руки, и когда доллар уже начал признаки какого-то выздоровления демонстрировать, я достаточно удачно в него зашел, и сейчас у меня по доллару доходность, ну, там, наверное, под 40 где-то процентов, вот с момента последней точки входа, и примерно на уровне входа в доллар, вот где-то здесь, это было в январе 23-го, я также на такую приличную сумму зашел и в юань в том числе, ну, и, как мы понимаем, доходность по юаню тоже достаточно интересная. К чему, друзья, я все это рассказываю? Да все очень просто, и рынок это неоднократно подсказывал. Когда начинается паника, когда все твердят о том, что все упало, все рухнуло, все сломалось, да, что надо спасаться и покупать макароны, друзья, самый лучший и действенный способ на этой панике как раз активы, наоборот, покупать. Не продавать, а покупать. Как бы ни казалось страшно, причем рынок сам подсказывает, какие именно активы покупать, которые больше всего просели, в те, собственно, и надо заходить. Ну, и давайте пробежимся по разным активам, по разным классам активов, что из них сейчас, ну, кажется, достаточно привлекательными для покупки. Ну, вот, например, доллар. Мы видим, что за месяц доллар действительно скорректировался, но, тем не менее, доходность почти 4%, и просадка, ну, я бы не сказал, что она очень сильная. Более того, говорят, что доллар продолжит расти, и, ну, как бы даже вот это повышение, экстренное повышение ключевой ставки, оно надолго, вот эти фундаментальные, негативные для рубля процессы, никак не нивелирует. То есть на средней длинной дистанции все равно перспективы доллара, они очень хороши. И едва ли ЦБ будет, ну, совершенно доламывать все то, что и так сейчас работает со скрипом. Я не уверен, да, что ЦБ будет готов держать ставку достаточно высокое и продолжительное время. Я не удивлюсь, если мы можем увидеть ставку, там, и 15, и 18, и 20% в ближайшее время. Но, опять же, друзья, это может быть краткосрочно, потому что, скажем так, повышая эту ставку, Центробанк пилит сук, на котором сам, собственно, и находится. Поэтому в долгосрочной перспективе я считаю, что вот эта небольшая просадка, вот этот небольшой дисконт по доллару, возможно, является неплохим вариантом для входа. Да, кто-то из вас может сказать, ну, вот тебе легко рассуждать, ты там заходил в доллар по 68, по 69, конечно, сидишь сейчас с хорошим профитом, и об этом легко говорить. А вот купить доллар по 93, это уже, ну, как бы кажется, не таким интересным и прибыльным действием. Но, опять же, друзья, когда я покупал доллар по 68, у меня тоже не было уверенности, что он вырастет. И я вам могу сказать, что на тот момент прогнозы к концу года самые оптимистичные были по доллару в районе, там, 75, ну, может быть, 76 рублей. Это то, что давали самые такие отчаянные экономисты. Что мы видим сейчас? Год еще и близко не закончен, а доллар у нас уже 93, и то после того, как его очень сильно сбили. Дальше, что касается российских акций, здесь тоже была коррекция после всех этих событий, но на самом деле она была очень слабая, во-первых, а во-вторых, ее очень быстро выкупили и продолжают выкупать. Вот, пожалуйста, мы можем увидеть на графике за месяц, ну, да, были просадки, вот несколько было просадок, вот, например, 4 августа было падение российских акций. Вот, собственно, падение после новости о повышении ключевой ставки, вот, с 14-15 августа. Но сказать, что российский рынок упал сильно, нет, друзья, ничего подобного, и, в принципе, все желающие уже успели хорошенько закупиться, поэтому, что касается российских акций, я не уверен, что здесь точки входа выглядят привлекательными, именно что касается просадки, да, но российский рынок сам по себе, потенциал в себе по-прежнему сохраняет, и вот полугодовая доходность в 49% лишнее тому подтверждение. Что сейчас точно выглядит интересно, это долговой рынок, здесь по длинным бумагам доходность перевалила так прилично за 11%, ну, вот бумаги мы видим, допустим, 6-7 лет, можно найти с доходностью тоже приближающейся к 11% или даже превышающей 11%, и даже если мы посмотрим на относительно короткие бумаги, ну, вот, например, самые короткие, да, 26-22-7, доходность 10-22%, 26-22-3 на полгода, доходность 10-23%, год и два доходность 10-24%, мне кажется, друзья, это интересный вариант, то есть, если вы, ну, как бы, задумываетесь, о формировании консервативного портфеля с частью долговых бумаг в нем, то, вот, момент их покупки сейчас, мне кажется, очень интересно выглядит, если говорить в перспективе о том, что рано или поздно эта ключевая ставка пойдет вниз. По надежным корпоратам, ну, тут, понятное дело, тут еще прикольнее, тут можно найти бумаги с доходностью, вот, даже есть более 13%, 12,9%, 12,7%, 12,5%, и сроки, как вы видите, вполне адекватные, то есть, ну, допустим, там, 2-3 года можно подобрать себе и сформировать очень даже нехороший, очень даже хороший портфель с подобной доходностью, но, опять же, главное не вляпаться в какие-то рисковые истории, то есть, подбирайте бумаги все-таки с точки зрения их надежности в первую очередь. Еще одна интересная штука это евробонды, и по ним доходность тоже очень привлекательная, то есть, ну, вот, «Газпром-2027», которая есть у меня, до погашения по ней 3 года 7 месяцев, и она сейчас стоит 910 долларов и принесет вам 7,84% в годовых, в долларах, ну, естественно, если доллар за это время вырастет, то, собственно, курсовую разницу тоже мы сюда к доходности плюсуем. И вот, что просело прям значительно, существенно, это золото. Вот золото, на мой взгляд, прям сейчас для покупки очень классно выглядит. За неделю золото потеряло 7,6%, за месяц, ну, пока слабый плюс сохраняется, но мы видим, что вот именно по золоту просадка выглядит достаточно заметно. За полгода по золоту плюс 30% и годовая доходность плюс 72%. Процента, опять же, в свете предстоящего снижения ключевой ставки в Соединенных Штатах, которая рано или поздно тоже произойдет. Все эксперты говорят о том, что золото еще исторические максимумы в ближайшее время будет обновлять. Выводы, друзья. Ну, собственно, нового я вам ничего не сказал. Вот, если вы были на бирже в том году, вот можете даже сами взять и посмотреть активы, которые у вас, допустим, были весной, летом того года. И вы увидите, какая серьезная сильная просадка была по ним тогда. И что с ними случилось после. То есть, выросло все, друзья. Нет вообще активов, которые не принесли доходность. Причем многие принесли замечательную доходность за этот год. В первую очередь золото, российские акции, валюта, как я уже сказал выше. То есть, можно было получить доходность там от 50 до 100%, в принципе, если подобрать правильную точку входа. Поэтому еще раз призываю вас и себя, потому что для меня это тоже, в принципе, психотерапия, вот эти видео. я сам себя в том числе мотивирую на то, чтобы не допускать ошибок, не совершать ошибок и приучаю себя к хладнокровию. Так вот, друзья, когда все падает, надо не отчаиваться, не опускать руки. Желательно это все не продавать, а докупать. И эта стратегия, как правило, приносит хорошие результаты на средней и длинной дистанции. Все, хорошего вечера. Пишите, что на этот счет считаете, думаете. Всего самого наилучшего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok